Это сливаться продуктов воспаления. И поэтому у нас, не работая по движению лимфы, мы с вами приходим к тромбозу. Что самое страшное это сейчас? Это накопление белков, воспаление в плазме, что останавливает движение иммунных пледок. Останавливает у нас расхождение тромбоцитов в разные стороны, они собираются вместе, начинается тромбоз. Чувствуете, какая беда серьезная, да? Но мы, как всегда, все бы как и как-нибудь, да, будет пожар, он тушится. А до того, как профилактику разложить, как заниматься, сейчас вот надо реабилитацию нам раскладывать с вами, тех ребятишек, которые, да, покажи мне вот это первое, да, вот, и потом второе посмотрим. Надо бы с вами сейчас реабилитацию выстроить, я приехала только с Пятигорска, да. В Пятигорске санатории сейчас настраиваются. Встретилась там на работу с ковидными ребятами. Встретилась там с военнослужащим, который любитель ездит по санаторию. А он говорит, Ольга Ивановна, такой разрухи, как они будут принимать еще пусковидовых больных? То, что мы, а он, этот, летчик, он знает все Солнечинские санатории, Пятигорские санатории, им давали путевки на отдых туда, да? Говорит, что сейчас реабилитацией заниматься очень сложно. Вот снять острый процесс и выписать. Выписали, аллергия продолжается, кашель продолжается, все продолжается. Только руки массажистов все это теперь разруют. Где их найти? Массажистов, которые бы знали еще строение иммунной системы. А у нас восстановительная медицина госпожа Курикова брала, когда стала министром здравоохранения. Знаете, что она была министром здравоохранения у нас? Ну, вот она была у нас министром здравоохранения. Она экономист. Поэтому ей восстановительная медицина, собственно, как-то особо и не нужна была. Поэтому у нас сейчас клиник по восстановительному лечению, к сожалению, мало. Поэтому вы надейтесь, пожалуйста, на себя. и лимфатическим массажем сейчас начнем с вами заниматься, мы разберемся, как с вами, что делать, окей, чтобы иммунитет-то повысить. Итак, ребят, посмотрите, опять микрофлора крови, да, запусти, пожалуйста, мипо, да, она съедает железо с элитроцитом, вот это называется госпожа лямблия. Опять, хорошо желчь выделяется? Мы все от мамы лямблию получили. Хорошо желчь выделяется? Все, никакого вопроса к увеличению концентрации лямблии, к тому, что они сделают нам язвочку и в желудке, и в кишечнике, не перейдут в кровь, то есть у нас тело само регулирует. В чем суть иммунитета? Регулировка иммунитета самостоятельно, саморегуляция называется, да? У нас все есть, но мы так усиленно разрушаем саморегуляцию, да? И мы желчь выделением при ковиде вообще не занимаемся, да? Вот когда сейчас начинает вот это протва, процветать, сейчас что у нас? Весна? У них сейчас пир жизни пошел, да? Сегодня день какого? Поздравляю всех. Равнодействие. То есть с 20 на 21. Я была в Бешкеке, встречала День весеннего равнодействия там. Даже там танцую где-то, стою, да? Да, Виктор, ты не поместил меня, где я танцую? Где равнодействие делаю, Виктор? Вот, куда ты убежал. Сейчас мы ему сделаем. Ну, мы зирали, потому что я всегда поздравляю своих ребят, кто отмечает намаз, не намаз, а навруз, господи, кто отмечает навруз. Сегодня я всегда, ребят, поздравляю с этим днем, да, в своих постах. Итак, ребят, вся братва сейчас на навруз активируется неимоверно. А тем более, что сейчас там киргизы, казахи, они сегодня накормят их чем? Самым вкусным, господа. Они, пожалуй, там сейчас сидят и думают, какая красота, навруз настал. Сейчас размножаться после него начнем, на самом деле, неимоверное количество. Обожают глютен непереваренный, да? Поэтому безглютеновое, безказийное питание с вами обязаны обеспечить на период болезни в весенний, осенний период. Когда мы говорим, часто болеющие дети, весенний, осенний период самый сложный. Здесь очень серьезный должен быть подход у нас к питанию. Итак, ребят, мы сегодня с вами будем показывать препараты, которые работают по этой даме. Но прежде всего по этой даме работает наша желчь. Итак, лямбли есть у всех. Появляется она в кровотоке, когда появляется дырка на слизистой желудке или кишечнике, язвенный процесс, или синдром повышенной провинциальности слизистой, или синдром повышенного роста микрофлоры. И вся эта братва оказывается в плазме. В плазме она, вот эта вот здоровая лямбли, размером с лейкоцитом, она ее может слопать. И ты говоришь, покажи, как лопает. Вот, посмотрите, иммунная клетка. Вот у нас. А вот девица со своими ворсинками, вот, да, реснички они называют. Ресничная простейшая. Инфузорию туфельку. Помните со что? Так у нас инфузории туфельки по роду нам передаются. Причем у всех, каждый разный, вот такая конфигурация инфузории туфельки, я разглядываю, да? Вот такая инфузория, вот какая красивая инфузория, туфелька по роду идет. Но лучше бы ее в крови не было, правильно? Потому что появляется в крови, она начинает, вот стоит у лейкоцита, видите, вот здесь вот, мохнатые ее, реснички, да? Что она делает? Потихонечку съедает наш иммунитет. Поэтому, посмотрите застой желчи, какое важное значение имеет. Только намаз по-другому даже стали делать. Теперь как следует, не хотят желчи удалять, хотят все болеть. Ну, что же сделаешь, да? Надо объяснять тогда, что происходит. Хорошо, хоть вы хоть чуть-чуть добрались до этой темы, да? Потому что у нас два варианта с вами. Либо болеть, либо не болеть. Либо по больницам ходить, либо по миру путешествовать, да? И поэтому, кто как-то собой занимается, он еще что-то из себя представляет. А другой, кто собой не занимается, то не представляет, да? Я не знаю, показывала я вам это вот, вот это вот, да? Поедание непосредственно лейкоцита, ресничка. Вот она так потихонечку, да? Ну, у меня много всяких этих приколов нашего городка, да? Уже скоро в одном компьютере не помещается, они теперь помещаются в памяти компьютера, да? Козявки всякие, которые едят иммунитет. А мы думаем с вами, что этого явления нет. А я каждый день это вижу. И как мы с вами наобум разбивали? Что надо научиться регулировать численность микрофлоры. А мир это сделал обычным наклоном, который позволяет убрать застой желчи. Окей? Итак, мы с вами, господа, приходим, что козявок у нас размножается много, да? Попробуй мне папочки, да? Козявок размножается много. А мы должны с вами заняться только одним, да? Мы с вами должны заняться вот этой темой, которая называется микроб, ничто, среда, все. Вот три момента, которые мы сейчас с вами будем разбирать, которые работают на наш иммунитет. Это регулировка мозга, иннервация, регулировка кровотока, не допуская боли нигде. И тогда у нас не наступит застой или закисление, в котором разольется микрофлора, а главное, на изменении гомеостаза снижается подвижность иммунных клеток. Не растет ли тело, кисло, кисло, не движется, никаких агномовидных движений не делает наша иммунная клетка, стая-мя-стая-и, поэтому братва у нас живет без регулирования. То есть не задача убить, это сообразили немножко, а задача что сделать? Отрегулировать численность микрофлоры, которые позволят, мне вас на перерыв отпустить надо, да? Ваши козявки еще как там? Они там говорят, что надо что-то конкретное съесть. Козявки у вас что-то конкретное любят, да? Вы уже заметили, за их поведением пристрастия какие-то, которые что-то вот хотят, да? Есть у вас такие пристрастия? Вот это не знай ваш и не знай кого-то. Девица у меня подошла, где у нас, вот это пока оставьте, да? Девица ко мне подошла, я говорю, да у вас сколько лябрит, я и эритроцитов не визу, да и эритроцитов не визу, там в крыле одни лямбли и ходят. А она бледнющая, ноги еле ходят, все рамзы хорошие. Ну там, говорит, немножко анемийка вроде есть, так мне сказали, говорит. А так все, ноги не ходят, а она, а диагнозы нет. Что такое там происходит? Фиг ее знает, да? Вот, говорю, вот, простейший у вас наговорит. Да я знаю, что простейший. У меня у мамы трихомонады, и у сестры трихомонады. У нас с усиками трихомонады, вы там увидите, если в постах посмотрите, разных ребят, да? Только вы мне не назначайте, пожалуйста, трихопол. Потому что мама и сестра стали пьяницами после трихопола. Вот как сейчас это мне опять прислала пациентка. Все, назначили, а вместо того, чтобы лучше, стало совсем плохо. Вот что там сейчас с этой братвой происходит? Куда она залезла, эта братва? Мы думали, она сдохнет, ничего подобного. Она куда-то уходит. А куда она уходит? Она может зайти в эритроцит. Сожрать там все железо. И будет пустой эритроцит. Да? В данном случае объявилось пристрастие трихомонады к чему? Ну, только когда мы ее побили. Она сказала. А вот теперь вы будете пьяницами. Теперь мне алкоголь понравился. То есть не было алкоголика в семье. Я всегда очень четко выясняю, что там в семье когда был. Называется генеалогический анализ. Нас научили с ним очень жестко работать. К сожалению, сейчас практически генеалогическая диагностика у нас ушла. Хотя это наоборот. Есть же теперь у нас генетика. Можно. Но все генетические процедуры у нас проводятся платно.